В распоряжении международного легиона ГУР появился еще один уникальный комплекс БПЛА. Эти дроны летают на высоте более 5000 метров со скоростью более 210 км в час. И это полностью украинская технология. Шулик как коршун-купол. Это один из самых быстрых беспилотников, который в небе способен обойти даже действия вражеских рэбов. Как именно это происходит, видела журналист КТСН Елена Гущик. Катапульта – первая часть установки, которую ребята разворачивают посреди поля. Настраивают антенну и систему управления. И только после этого бережно достают самые ценные – дрон-шулика, купол. Боевая птица с уникальной маневренностью, высоким процентом попадания в цели и управлением без задержек. А главное – полностью украинская. Таких в коробках пять. Это один комплекс, который перед запуском проверяют. И по очереди выпускают на охоту в небо. Этот беспилотник способен отлететь на более 30 тысяч метров и развивать скорость свыше 200 км в час. Аэродинамика позволяет работать в дождь и очень сильный ветер, и даже ночью. Это как суперкар среди БПЛА, который воюет на уровне с российскими ланцетами и орланами. Но, правда, с главной задачей – их уничтожать. Это мобильное ПВО. Когда мы их уничтожаем в воздухе, вражеская артиллерия просто замолкает. И это явно сохранение жизнелечного состава и сохранение крайне ценной техники вооруженных сил Украины. А еще шулика имеет устойчивость к РЭП, говорят военные. Если цель не найдет, вернется и снова полетит на задание. Мы не используем какие-то дорогостоящие ракеты для сбития этих целей. Мы используем вот эти комплексы. Разведчик Международного легиона Гур Джексон – один из тех, кому волонтеры после этого испытания передают шулику купол в подарок. Было потрачено 1 миллион 300 тысяч гривен. Это была максимально непубличная история, так как враг сегодня мониторит все волонтерские проекты. Сбор был закрыт собственными силами фонда. В дальнейшем же волонтеры планируют открывать еще один, в несколько раз больше, присоединиться к которому сможет уже каждый. Общенациональный сбор. 10 комплексов купол шулика, которые на протяжении года смогут стать на оборону нашего государства и в защиту наших бойцов. Эти дроны уже работают в более чем 15 подразделениях. Шанс снять, как разведчики учатся ими управлять, уже редкость из-за специфики работы подразделения и из-за секретного производства этих птиц. Это уникальные кадры, потому что враг следит за развитием нашего оборонно-промышленного комплекса. Впрочем, ТСН пригласили, чтобы хоть и без деталей передать самое важное. Украина с каждым месяцем наращивает количество оружия и его технологии. Справится со своим заданием. Он на все 100%. Молодчинка. Субтитры создавал DimaTorzok